Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по ВВП Англии промышленного производства в 7.00 по GMT. Это, скажем, в рамках этой недели финальный аккорд потенциально слабых релизов английского происхождения, которые могут усилить давление на британскую валюту. Нам это как раз и нужно, потому что фунт мы шортим, так же, как и скептически относимся к рисковым инструментам. Но по британской валюте против доллара я уже давно смотрю на планку уровень поддержки 1.25. И, соответственно, чем больше будет слабых релизов, тем быстрее, друзья, мы туда придем. В 13.30 по GMT ироничные продажи в США, и в 14.15 еще данные по промышленному производству тоже американского происхождения. Вряд ли эта статистика станет источником повышенной волатильности доллара, потому что у доллара хватает новостного бэкграунда, на котором мы, собственно, увидели обновление годовых максимумов. И сейчас, поскольку пятница, всем вам знаком эффект пятницы, когда рынок после состоявшегося ралли, оно, очевидно, в рамках этой недели для доллара состоялось, корректируется, фиксирует позиции, и все это приводит к локальному коррекционному откату. Сейчас индекс доллара торгуется на отметке 106.70. Фундаментально, друзья, ничего не изменилось. Доллар заряжен на сохранение бычьей динамики. Перекуплена ли американская валюта? Это очень хороший вопрос. Но с учетом, опять же, того фона, который лег в основу вот этого восходящего движения, я бы сказал, что доллар оказался на абсолютно оправданных для себя уровнях. Потому что Трамп победил, Трамп ассоциируется с жесткой внешней торговой политикой. Есть высокая вероятность разгона, усиления инфляционного показателя. Есть даже сейчас уже фактические подтверждения, доказательства того, что процесс снижения инфляции, он не просто застопрился, он развернулся вспять. И мы наблюдаем за последовательным ростом инфляции. Сейчас, если смотреть на октябрьские данные, это релиз, который вышел два дня назад. Индекс потребительских цен вырос с 2,4% до 2,6%. Что касается промышленной инфляции, индекс PPI, индекс цен производителей, которые мы анализировали вчера, здесь тоже восходящая динамика, но даже еще более выражена. Потому что в годовом выражении показатель вырос с 1,9% до 2,4%. И был также зафиксирован прирост в базовом индикаторе с 2,9% до 3,1%. Еще одно доказательство того, что раз инфляционные риски растут, то, возможно, американский регулятор может пересмотреть планы по дальнейшему снижению ключевой процентной ставки. И очень хороший вопрос, может ли быть декабрьское снижение ставки последним, например, в текущем цикле смягчения американской монетарной политики, если уж так все готовятся к жесткой протекционистской политике внешней Трампа. Это вопрос, друзья, вам. Я очень хочу, чтобы вы чуть-чуть поучаствовали в обсуждении. Поэтому в комментариях обязательно пишите, считаете ли вы, что американский регулятор будет снижать ставку дальше, в начале следующего года, либо вы тоже уже после последних релизов по инфляции задумались, будет ли это дополнительное смягчение после 2024 года. Дополнительную поддержку доллару ранее оказала ралли доходности американских облигаций. По сути, 10-летние трежерис уперлись в уровень 4,5%. И это произошло после того, как прямо стало очевидно, уже финально известно, что республиканцы получили полный контроль над палатой представителей. Я в этом, кстати, не сомневался и раньше, но сейчас мы уже говорим по факту прошедшего голосования. Трамп контролирует весь Конгресс, и Сенат, и палата представителей. Поэтому, если кто-то из вас думал, что не все будет реализовано в плане каких-то инициатив, даже радикальных, со стороны 47-го президента США, вы должны понимать, что сейчас он получил поддержку всего Конгресса, а это значит то, что никто не будет чинить препятствия. И никто не будет голосовать против каких-то реформаторских порывов, как это было в период 2017 по 2021 год, когда демократы прям постоянно закручивали гайки. Сейчас Трамп может делать все, что хочется в плане тех реформ, которые он анонсировал во время своей предвыборной кампании. Поэтому, друзья, после локальной паузы коррекции по индексу доллару, она необходима, наверное, чтобы, если это перекупленности есть, чтобы снять ее. Но, думаю, то, что мы можем смело верить в развитие дальнейшей восходящей динамики. Золото 2568 доллара за тройскую унцию, сантимент 50 на 50. И, вы знаете, перед закрытием этой недели, учитывая, что сантимент не ушел в зону экстремальных значений выше 70 и ниже 30%, чего я ждал, опять же, на фоне обвала рынка драгоценных металлов, а вот оказался на балансовом, в балансовом положении, я принял решение золото закрыть и поискать дальше уже более интересную точку входа. Но то ралли, которое удалось поймать с точки зрения развития нисходящей динамики, это очень хорошее достижение, опять же, за короткий промежуток времени. Я надеюсь, что вы со мной в этих коррекционных сделках поучаствовали. Евро против доллара. Друзья, мы достигли нашей цели 1.05. Лоу был 1.04.96. Я зафиксировал и главный валютный риск, и европейскую валюту, потому что был абсолютно уверен, что последует какая-то реакция на важность психологического уровня 1.05. И сейчас уже то, что доллар локально корректируется, можно сказать, что да, это тоже оказывает поддержку евро. Возможно, есть еще резонанс от реакции рынка на данные по УВП еврозоны, которые вышли вчера, показатель 0.4 в квартальном выражении прироста и 0.9 в годовом. Ну, в соответствии с ожиданиями и прогнозами, каких-то сильных, либо вообще каких-либо отклонений нет, поэтому не знаю, как тут трактовать, что эта статистика оказала поддержку европейской валюте. Но, опять же, есть то, что есть, это фундаментальный фонд, который на повестке экономического календаря и релизы, за которыми мы следили. Британская валюта против доллара 1.2675, здесь ориентир 1.25 все так же остается. Но сегодня, в отличие от многих других финансовых активов, у нас есть зачем последить в плане статистики. В УВП промышленное производство. Показатель ВУП. Ожидается скромный прирост 0.2% в квартальном выражении с опрошенного значения 0.5%. Скорее всего, может быть даже нулевая отметка. В промышленном производстве здесь спад снижения, по прогнозам, на 1.2% в годовом выражении. Я думаю, что эта статистика может дополнительно притопить позиции британской валюты. И добавим к этому еще и провальный отчет по рынку труда. И получается, что в целом у нас очень неплохая картина для того, чтобы удерживать фунт в числе валютных аутсайдеров по ожиданиям, особенно после, на мой взгляд, разрушительного для экономики бюджетного послания, федерального бюджета, который предполагает повышение налогов. И много раз я уже ранее комментировал, что в отличие от Минфина, Англии, правительства, я не думаю, что повышение налогов может уже в этом году, ну, с небольшим заходом на 2025 год, стать неимоверным катализатором для роста британской экономики. Мне кажется, здесь что-то с чем-то не вяжется. Доллар-франк 0.8890 через две недели заседания Национального банка Швейцарии ставку снизит. Поэтому 0.90 цель, которую можно еще достигнуть, этот ориентир на него можно еще полагаться, тем более, что учитывая вот это ралли бычья, которое развивается по этому дуэту активов, это очень простая сделка, которую легко объяснить фундаментальным фоном. И я надеюсь, что вы в этом трейде, друзья, участвуете. Доллар-иена 156.30. Данные по ОВП Японии, которые вышли несколько часов назад, разочаровали трейдеров. Скромный прирост на 0,2% в квартальном выражении с прошлого значения на 0,5%. Это оказало, да, давление на японскую иену. Но я ни в коем случае сейчас не буду давать вам рекомендации покупать эту валютную пару, хотя это предсказуемая сделка, и ее можно объяснить фундаментально. Но не забывайте, друзья, мы уже находимся в зоне валютных интервенций. Это критические значения. Чем ближе мы будем к отметке 160, тем выше будет вероятность того, что вербальные интервенции могут смениться фактическими действиями Инфина и Банка Японии. Потому что Уэда уже много раз говорил, что, по его мнению, именно девальвация иены и стала причиной раньше серьезного разгона инфляции. С чем он, собственно, боролся эффективно, когда сбросил некоторое время назад пару доллар-иена с отметки 161, может быть, чуть выше, к уровню даже больше, чем на 1500 пунктов. История может повториться. И та сделка, которую я анонсирую вам дальше, в последующей сессии, она, скорее всего, будет предполагать уже развитие нисходящей динамики. И что касается рынка нефти, 71,85 вкупе с пересмотренными прогнозами по росту спроса на нефть, вкупе с фактом, подтвержденным ростом добычи в США, замедлением китайской экономики, еще одно подтверждение того, что спрос будет снижаться. Это последний отчет по промышленному производству Китая, который вышел некоторое время назад. И фактически прирост промышленного производства 5,3%. Это хуже, чем значение двухмесячной давности и хуже, чем прогнозы. Запасы, кстати, тоже подросли на 2 миллиона за прошлую неделю. США – это тоже фактор, который оказывает давление на котировки. Все, друзья, в плане фундамента. Идеальная картина, идеальный фон. Все говорит в пользу того, что нефть протестирует отметку 70 долларов за баррель. И мы с вами сможем поздравить друг друга с еще одной реализованной сделкой. Так, и информационное сообщение, друзья. На ближайшие две недели в плане новостного фона вас будет сопровождать мой коллега Александр Наконечный. Вы его все прекрасно знаете и очень тепло принимаете. Поэтому, конечно же, если какие-то вопросы будут, пишите тоже в комментариях. Он на них ответит в ходе своих видеовыступлений. Ну, а я вернусь к вам, друзья, через пару недель. Поэтому скоро увидимся. До встречи.